Если продолжить наш разговор о том, какие люди попадаются на пути дистрибьюторов, строящих в своей организации, с трудом, с кровью, с усилиями, с нервами порой, не всегда радостно и радужно, то много разных категорий, но вот особо меня досаждали всегда, наверное, в силу моего, в склада моего характера и в силу того, что я являюсь определенного цвета человеком, я расскажу позже об этом, меня сильно доставали люди, которых называют профессора или профессорами. Профессоры. Они все знают. У них есть невероятная способность настраивать против себя людей, потому что они знают все. Эти люди, как-то у них мозги так построены, и меня это всегда бесило, потому что меня всегда интересовали деньги, меня всегда интересовал результат в виде, если я пришел строить сетевой маркетинг, бизнес, значит мне нужно построить как можно больше организацию, как можно больше чек, чтобы все было масштабным, чтобы все росло, чтобы успех был на лицо. А эти люди приходят для того, чтобы колупаться в каких-то деталях. Они за этими деталями не видят вообще ничего. Они будут разглядывать цифры, они будут доставать, обязательно найдутся такие, которые будут до молекулы разбирать, что в каждой баночке. И я их ненавидел. Не понимаю, почему они так ведут себя. Я думал, просто идиоты какие-то, дураки. На самом деле это не так, конечно. Теперь я более терпимо отношусь к этим людям, и в них есть большой потенциал для нашего бизнеса. Я раньше этого не знал. Но ко мне приходили люди и доставали меня. А сколько калорий? А сколько там граммов того? А сколько граммов всего? А почему? А я вот читал, а я вот справочники поднял, А вот справочники по травмам говорят, Боже мой! Я говорю, ты что, пришел сюда, давай деньги делай. Он говорит, да-да, я зарабатывать пришел. Но его не интересует заработок. Удивительно. Эти люди вникают во все. И они просто могут выводить из равновесия таких вот людей, как я, легко и просто. Потому что наши взгляды, наше видение, наш интерес абсолютно не совпадают в этом бизнесе. И если у вас нет видения на этот счет, если вы не понимаете, как все выстраивается во взаимоотношениях с людьми, если вы не понимаете, что все люди разного склада, и великий Том Шрайтер, Большой Эл, кличка его в сетевом маркетинге, это не кличка, а как это называется, ну короче, имя его в сетевом маркетинге, Большой Эл, легенда сетевого маркетинга. Он как-то тренинг дал, и я его слушал на кассете, и мне все стало ясно. Я понял, Боже, какой же я был неразумный, балда. Да это же люди золото, если с ними правильно обращаться. Вот этот Большой Эл, например, вот этот вот, вы видели, как он выглядит? Маленький, полненький, лысенький, с белыми ресничками, с красным круглым лицом, такой комичный герой, понимаете? Да он же мультимиллионер. И он как раз, он сам про себя так рассказывал, он как раз такого склада. Он будет клупаться вот во всем вот этом. Он мне не подходит. Я бы его палкой бил бы в своей организации. Образно говоря, в шутку, конечно. Но он мультимиллионер. Он гуру. Он суперпрофессионал. И он такого склада. И вот он дал тренинг, он дал тренинг и разложил по полкам, какие, оказывается, люди бывают. И как к ним самое главное найти ключики. Я одно время в Тунисе, помню, в Тунисе мне один парень из Харькова дал этот диск, Артур. И я его посмотрел, и потом стал рассказывать всем своим людям. Может быть, кому-то это будет интересно, я сейчас расскажу. Будет кому-то интересно, я расскажу. Но у меня было множество случаев таких, когда я этого не знал, когда я не знал этого, они приходили ко мне, я просто отделывался от них. Я просто не находил с ними общего языка. Я просто терял их, даже если они подписывались. Я им просто не верил. Они говорили, значит, ну вы дайте мне материалы, я изучу, приду. А я им не верил, я отделывался от них. И я очень много терял, потому что я не знал важной истины. Я не знал секретов. Я не знал тонкости этого бизнеса. А тонкости всегда связаны с людьми. Как с ними обращаться, в зависимости от того, что они из себя представляют. Если вы профессиональный человек, вы умеете быстро разобраться, кто это, как к нему найти ключи, что ему надо говорить, как себя с ним вести, и вы получите в своей команде хорошего профессионального дистрибьютора. Хотите узнать? Смотрите следующую запись. Ждите. Это будет материал про желтых, синих, красных и зеленых. О том, как распознать людей в сетевом маркетинге, и как вместе с ними больше зарабатывать денег. Ожидайте.